Всем привет! Меня зовут Василий Шумилов, я андроидер-работчик в Яндекс.Музыке, специализируюсь в платформенном направлении и хочу рассказать вам сегодня о крупном рефакторинге, который нам удалось провести. Кто-то мог видеть статью в блоге Яндекса на эту тему, но ничего страшного, поскольку я постараюсь углубиться в практические моменты, чего я в статье не делал. Но если вы вдруг ее видели, то это будет хорошим плюсом к пониманию. На вопросы я буду отвечать в конце, поскольку выступление довольно короткое. И если ваши вопросы можно будет связать с конкретным слайдом, то запоминайте его номер, он будет в правом нижнем углу на всех слайдах, кроме титульного. Собственно, речь пойдет о приложении музыки под андроид, как вы поняли. Еще в названии упоминалось некое ядро. Давайте сначала посмотрим наглядно, чем оно занимается. Например, реакция на нажатие кнопок play и паузы обеспечивается ядром. Кнопка запуска моей волны также ведет в ядро. И видимый прогресс воспроизведения растет оттуда же. Любые плейлисты, альбомы и все прочее, что можно запустить, оно в ту же копилку идет. И это далеко не все. На самом деле наше приложение состоит из ансамбля самых разных сущностей. Плееров разных, экзоплееров, хромкастов и другим. Очередей воспроизведения. У нас есть отдельная логика взаимодействия с Яндекс.Станцией. Есть плеер в шторке уведомлений или же медиа-нотификация. И есть еще взаимодействие с внешним миром. Это медиа-сессия и смежные штуки вроде Android Auto и чего там в этом духе. И еще много разных интересных штук. Как правило, перечисленные вещи не связаны между собой напрямую. В центре всей картины находится ядро, которое координирует или иными словами оркестрирует происходящее. И вот мы решили переписать ядро. Спрашивается зачем? Ведь обычно переписывание с нуля или почти с нуля это не лучшая затея. Но иногда такой подход все же себя оправдывает. И мы пришли к такому решению не на пустом месте. Самое главное, у нас накопились какие-то проблемы, которые долгое время не решались. Не решались они не потому, что мы на них закрывали глаза, а потому что на практике мы не знали, как их решить за адекватное время. Или с адекватной вероятностью успеха. Конечно, наша разработка тоже не стоит на месте. Постоянно разрабатываются новые классные фичи. И преимущественно в модулях, с чем возникали определенные проблемы. И поэтому приятным бонусом от рефакторинга мы должны были получить расчищенный путь для реализации этих фичей без головной боли. Вообще говоря, код превращается в легаси из-за того, что документация о нем устаревает или теряется. Либо уходят люди, которые этот код писали и, соответственно, знали. Проведя рефакторинг, мы эти знания вернем, пусть и ценой больших трудозатрат. Если я скажу «поднимите руку, кто любит легаси», думаю, леса рук я не увижу. Приятно работать с кодом, который работает предсказуемо. С удобным API, на карутинах, ну и так далее в таком духе. Здесь есть и другая сторона вопроса, которую я не могу не упомянуть. Новый, модный, какой бы он ни был модный код, рано или поздно станет старым и немодным. Это лишь вопрос времени. Технологии развиваются очень быстро. И в этом месте я не предлагаю никакой серебряной пули. Но искренне надеюсь, что результат рефакторинга все же послужит проекту верой и правдой достаточно долго. На этом я закончу оправдываться и начну вести доклад в сторону практики. Любая новая фича по-хорошему должна раскатываться постепенно. И новое ядро здесь не исключение. В случае с новым ядром шанс сорвать с рельс наш релизный поезд и расстроить этим множество пользователей стремился бы к 100%. Ведь при реализации мы бы неизбежно допустили ошибки. Мы катили так. Сначала на сотрудников, поскольку они достаточно лояльны. И далее постепенно поднимали до 100% внешних пользователей. Сначала на 10%, потом на 20%, потом на 50% и наконец на всех. Ну это довольно условно. Возможно проценты были другие, я уже точно не помню. Но суть такова. Конечно же у нас были взлеты и падения. Пару раз раскатку приходилось понижать. В случае найденных проблем. Но проблемы в таком случае оперативно устранялись. И мы возвращались к постепенной раскатке изменений. Еще новое ядро обязательно должно перенять всю функциональность старого. То бишь координацию того самого ансамбля сущностей разнородных, которые делают музыку такой, какая она есть. Немного повторюсь. Это задача от реагирования на нажатие кнопок play-pause. И до реагирования на переключение треков на подключенные к приложению Яндекс.Станции, например. Перенимая функциональность, придется перенять и всех так называемых клиентов старого ядра. Иными словами, есть тысячи точек взаимодействия со старым кодом, со старым ядром. Поэтому новое ядро нужно как-то вписать под старые интерфейсы. Дабы не пытаться менять код всего приложения одним коммитом. Что в общем-то невозможно. Плюсом к этому, так уж вышло исторически, что весь упомянутый код старого ядра взаимодействует. Вернее, весь упомянутый код приложения взаимодействует со старым ядром с главного потока. Следовательно, с новым ядром нам нужно взаимодействовать таким же образом. И чтобы это было безопасно еще. Мысль про потоки, она во многом будет определяющей в этом докладе. Мы к ней еще вернемся. Таковы были словесные вводные. Но раз мы на практической конференции, то давайте же посмотрим на код. Этот код синхронизирует два флоу. Один от плеера. Плееры у нас играют в треки, воспроизводят звук и так далее. И второй флоу это флоу от очереди, например, от моей волны. Очереди управляют списками треков. И этот код синхронизирует эти два флоу таким образом, чтобы информация, поступающая из этих двух потоков, относилась хотя бы к одному и тому же треку. Это нужно для того, чтобы избежать таких ситуаций, что длительность отображается, например, от одного трека, а название от другого. Ну, в общем-то, это не такой уж плохой код. Но давайте посмотрим, какие в нем есть проблемы. А проблемы начинаются в масштабе. Во-первых, таких мест наплодилось много. Ну, например, десятки. Такого порядка. И не будучи обобщенным, такой код может не учитывать определенные корнер-кейсы, какие-то тонкости. И может случиться даже так, что тонкости в одном месте учли, а во втором забыли. А еще бывают случаи, когда недостаточно смотреть на два источника данных. А использование трех и более источников данных уже с трудом обходится средствами вроде комбайна. Нужен более осознанный подход. Более осознанный подход в нашем случае – это машина состояния. Кто-то, думаю, знаком с этой концепцией, кто-то нет. Я вкратце объясню. Сегодня, кстати, Василий Рылов в своем докладе про Visual FSM довольно подробно рассмотрел эту концепцию. Так что, кто смотрел, точно будет понятно. Но я все же чуть-чуть повторюсь. Машина состояния – это такая штука, для которой определены все состояния, в которых она может находиться. Определены все переходы и все условия этих переходов. Например, если мы находимся в состоянии 1 и сходятся условия, из-за которых срабатывает переход 1, то мы переходим в состояние 2. А в состоянии 2, в свою очередь, свои условия и своя логика дальнейших переходов. Вот так, с помощью машины состояния, мы сможем смотреть на любое разумное количество источников данных. И, следовательно, такой код, в отличие от кода с комбайн, можно будет расширять. Старое ядро пыталось соответствовать модели строгой консистентности. В этой модели мы можем прочитать обновленное состояние сразу же после записи, прям вот моментально. Для нас, как андроид-разработчиков, это превращается в то, что в общем случае на выполнение операций по обновлению состояния отводится не более, чем условных 16 миллисекунд, в зависимости от частоты генерируемых кадров для отрисовки. Если мы вылезем за эти условные 16 миллисекунд, то пользователь, скорее всего, обратит внимание на пропущенные кадры и, не дай бог, расстроится. Главный поток сам по себе хорош. Он работает быстро и все такое, но построение какой-либо весомой функциональности вокруг него, скорее всего, приведет к фатальному выстрелу себе в ногу. Иными словами, выбор в пользу реализации, которая на раннем этапе обещала избавить нас от головной боли, приведет нас к огромной головной боли впоследствии. В крайней мере, таков наш опыт. Снова посмотрим на код. Это утрированная иллюстрация на тему строгой консистентности. Мы хотим узнать, перематывать ли нам прогресс на 2 секунды назад или же не надо. Если окажется, что надо, то мы хотим осуществить эту перемотку. А в конце забрать обновленный прогресс. Примерно такой кейс у нас есть при прослушивании подкастов. Что здесь происходит? Мы взяли очередь, узнали тип этой очереди, затем отдали эту информацию в метод, который позволяет нам понять, сдвигать нам позицию на 2 секунды или нет, в зависимости от каких-то условий. Если надо, то позицию мы сдвигаем. И затем читаем нового. Код, как и прошлый, довольно понятен. Но легален он только при наложении на него довольно строгих ограничений. Во-первых, можно ожидать согласованного состояния всех подсистем на все время исполнения данного фрагмента кода, только в случае просеивания через главный поток всех возможных модификаций, всех возможных подсистем. Это очень сложно, и поэтому в старом ядре это было не всегда так. Собственно, проблема здесь в том, что если любая подсистема изменит свое внутреннее состояние посреди выполнения данного фрагмента кода, то мы получим своего рода undefined behavior. Все смешается. Пока мы получали тип очереди, сама очередь могла смениться. Пока мы думали перематывать ли один трек, уже мог начать играть другой. Ну, не подумайте ничего плохого про нас. Конечно, от таких простых кейсов мы защищались. Но реальные кейсы, они, конечно, сложнее. Сейчас я стремлюсь передать саму суть проблемы на максимально понятных примерах. Но корень всех бед таков. В многопоточной среде слишком сложно обеспечивать строгую консистентность без сложных и долгих внешних блокировок. А блокировки на главном потоке – это, как мы знаем, вещь опасная. Все мы люди, и мы хотим попроще сделать, а не посложнее. Но выход из положения есть. Попробуем посмотреть на другую модель консистентности, а именно на последовательную консистентность. Это когда обновленное согласованное состояние можно прочесть через некоторое время после записи. Не моментально. Вот на слайде приведем пример. Процесс 1 записал х, равный 5. Процесс 2 записал у, равный 10. Ну, не процесс, а в нашем случае поток. При чтении значений мы можем получить разные комбинации, но мы никогда не увидим сначала у, равный 10, а затем у, равный 0. Собственно, в этом и заключается последовательность. Это чем-то похоже на реактивный подход. Там, наверное, такая гарантия подразумевается сама по себе. Собственно, придерживаясь такой модели, мы и строили новое ядро. Но при выборе другой модели консистентности мы, конечно же, столкнулись с новой проблемой. Сейчас объясню, какой. Нам, как я уже говорил, нужно сохранить функциональность старого ядра. Например, должно быть возможно исполнить такой продуктовый сценарий. Постановка текущего трека на паузу, потом запуск новой очереди. Например, «Мои волны» с новыми настройками. И, наконец, снятие с паузы нового трека из новой очереди. Нужно сделать так, чтобы ничего не перемешалось. Например, если случайно снять с паузы прошлый трек не вовремя, то мы получим некое заикание. Звук прошлого трека, допустим, поиграет 100 миллисекунд, а потом начнет играть новый. Такое поведение выглядит очень плохо. Если рассматривать этот вопрос на концептуальном уровне, то нам требуется некая возможность конструировать произвольные последовательности операций и выполнять их. И, в принципе, это звучит примерно как паттерн команда или что-то вроде того. Давайте посмотрим, как мы это реализовали. В общем виде новый механизм выглядит как-то так. Страшновато, но не пугайтесь. Я сейчас объясню важный момент. Схема я представил потому, что она будет особенно полезна, если вы вдруг захотите посмотреть доклад в записи, чтобы детально понять, что происходит. Ну, в принципе, можно понять и сразу в лайв-режиме. Для каждой команды есть свой экзекьютор. Это некий класс, который умеет исполнять команду. Команда содержит только данные, необходимые для понимания того, что нужно, собственно, выполнить. Экзекьютор только логику. Это принцип разделения данных и логики. Он, в принципе, применим не только в этом решении, но и во многих других принципах фундаментальных. Таким образом, мы можем размещать команды-экзекьюторы в разных модулях, что особенно помогает нам в переходный период, ну и в целом иногда полезно. Как у нас получилось? Общие для всех команды, они лежат рядом с ядром. Я еще попозже покажу схему. А специфичные команды лежат в приложении или в SDK. Поскольку в приложении SDK мы собираем разный набор модулей. Примерно то же самое происходит и с экзекьюторами. И на этой схеме также видно, каким образом от ядра отделены плееры и очереди. Они находятся за границей самого ядра, и их количество может быть произвольным. В итоге мы научились набивать команды в буфер и выполнять любые последовательности операции, не теряя гарантии консистентности. Буфер предоставляет некоторую эвристику, чтобы мы не портили UX долгим откликом и были отзывчивы на действия пользователя. И вот, простите, тут снова схема, но она гораздо проще предыдущей. Модульность уже давно вошла в стандарт Android разработки, и нас она тоже касается. Общая архитектура ядра и прилегающая к нему функциональность и составила собой вот такую матрешку, где каждый слой представлен одним или несколькими модулями. И сделав оговорку, все время говоря ядро, я подразумевал длинную фразу «механизм управления воспроизведением». Но это слишком длинно, чтобы часто это произносить. Ядро плейбэка в центре схемы – это ядро ядра, о котором я говорил, как бы странно это ни звучало, или же ядро «механизма управления воспроизведением». Так вот, мы определили первую архитектурную границу вокруг самой стабильной части нашего нового ядра. Вторую границу – вокруг необходимых интеграций, расширяемого набора базовых, общих для всех команд и востребованных, ну или важных, второстепенных состояний. Второстепенными состояниями называют такие состояния, которые можно вывести из уже имеющихся в ядре методов и флоу. То есть они уже являются своего рода денормализованными. И третью границу мы прочертили вокруг очередей и их специфики. Поскольку очередей много, этот слой оказался прям особенно полезен. Очереди – это «Моя волна», плейлисты, альбомы, поисковая выдача, нейромузыка и прочее, прочее. Например, колонка «Алисы» тоже обладает своей очередью. Собственно, вот такой у нас вышел рефакторинг. Все это уже в продакшене, а старое удалено. И напоследок я хотел рассмотреть парочку слайдов с интересными кейсами, которые мы встречали по пути. При переходе на модульность у нас разломался паттерн Visitor, поскольку этот паттерн требует двойной диспетчеризации или же перекрестного знания о задействованных сущностях. При многомодульности такое знание невозможно. Здесь мы придумали следующий обход проблемы. Метод «Аксепт» мы объявили экстеншеном на стороне приложения или стороне SDK. И внутри этого метода есть «Вен» с веткой «Элс», которая кидает исключения. И мы знаем, что это небезопасно. Мы можем забыть определить новый тип, нового наследника интерфейса и так далее. То есть могут возникнуть какие-то проблемы в рантайме, а проблем в рантайме хочется максимально избегать. Этот код можно заскринить, поскольку я прям долго не буду останавливаться, разбирая каждую строчку. Но вот суть того, что мы сделали. Мы, чтобы обезопасить себя, написали Android-тесты на основе примерно такой логики. Мы анализируем DEX-файлы приложения. В Android-текстах мы можем так сделать, поскольку приложения собираются целиком. Мы собираем список всех наследников нужного интерфейса, делаем из них Mocky с помощью библиотеки Mock и проверяем, все ли они учтены в нашей реализации визитора. Вот такого вот подставного визитора, то бишь в методе «Аксепт». Код, кстати, если что, можно найти на Stack Overflow, я его туда постил. Кроме того, совмещать старый и новый код было довольно сложно. Например, с очередями произошла следующая картина. Старую очередь в новую можно преобразовать одним адаптером. Красиво и достаточно просто. А вот новую очередь в новую очередь пришлось преобразовывать уже двумя адаптерами, так как старому коду подзарез нужна старая очередь. Собственно, где ее взять? Если ее нет, нужен промежуточный адаптер в направлении от новой очереди к старой, а затем от старой снова к новой. Ведь новому ядру нужны новые очереди. А если очередь имела обертку над собой, какой-нибудь декоратор своего рода, обогащающий поведение, то дело принимало куда более серьезный оборот. Здесь требовалось уже 3-4 адаптера. А если очередь имела над собой две обертки, например, то я даже рисовать не стал. С такими случаями работали в индивидуальном порядке и, скорее всего, пытались подрезать вот это количество адаптеров, потому что такое количество слоев очень сложно поддерживать. В общем, достаточно сложно, но все срослось. И, как вы поняли, совмещать несовместимое достаточно дорого. Это один из наиболее негативных аспектов при рефакторинге. Удалить все адаптеры и полностью перевести весь код на новые рельсы это большая работа. И она еще не окончена. Мы ее постепенно проводим. Вот и все. Искренне надеюсь, что мой рассказ был кому-то полезен. И сейчас я буду готов ответить на ваши вопросы.